Доброе утро, дорогие мои ребятки! Давайте мы сегодня с вами познакомимся с новой сказкой. Доброе утро, глазки, вы проснулись? Доброе утро, ушки, вы проснулись? Доброе утро, щечки, вы проснулись? Доброе утро, ручки, вы проснулись? Доброе утро, ножки, вы проснулись? Молодцы, все мы проснулись, и все наши части тела тоже проснулись. А для чего нам нужны ушки? Чтобы ими сказки слушать. А глазки? Чтобы смотреть картинки. А руки? Чтобы надевать ботинки. А ноги? Чтобы в футбол играть. А язык? Чтобы не болтать. Ребятки, вы все любите слушать сказки. И на свете детки всегда ждут новых сказок. Если очень любишь и веришь в эти сказки, то сказки могут стать былью. И к нам придут в гости. Вот сегодня я познакомлю вас с новой русской народной сказкой «Бычок, черный бочок, белые копытца». Садитесь поудобнее. Будем слушать. Жили-были муж и жена. И была у них доченька Нюрочка. Приходят как-то раз к ним подружки и просят. Отпусти с нами Нюрочку, девчурочку, в лес. По грибы, по ягоды. А мать да отец и говорят «Ступайте, только не потеряйте ее в лесу. Она у нас маленькая, заблудится и одна дороги домой не найдет. Мы ее не потеряем». И вот подружки пошли в лес. Стали в лесу грибы собирать да ягоды. И разбрелись в разные стороны. Потеряли Нюрочку, девчурочку. Осталась она в лесу, одна-одинюшенька, и стала плакать. А в это время шла мимо баба-яга, костяная нога. Увидела она Нюрочку, девчурочку, схватила ее и потащила к себе в избушку на кодьях ножках. Притащила и говорит «Будешь теперь на меня работать. Печку топи, дрова руби, воду принеси, пряжу ряди и избу мети». Стала Нюрочка, девчурочка, жить у бабы-яги. Баба-яга с утра до ночи работать ее заставляла. Досы-то не кормила, ругала, бронила. Вот раз баба-яга ушла из избушки. Бегут, а Нюрочка-девчурочка сидит у окошка. Пряжа придет, а сама горько-горько плачет. Бегут мимо овцы. Бе-е-е, о чем, девочка, так горько плачешь? Как же мне не плакать? Овечки дорогие, меня баба-яга домой не пускает. Досы-то не кормит, бронит, ругает, целый день работать заставляет. Баран говорит «Садись на меня, я тебя домой отвезу». Села Нюрочка-девчурочка на барана, он и побежал, а овечки за ним. Вернулась баба-яга в избушку, хватилась. Нет Нюрочки-девчурочки. Села она в ступу, пустилась в погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает. Догнала барана, отняла Нюрочку-девчурочку и притащила назад свою избушку на коих ножках. Опять заставила ее работать с утра до ночи. Опять стала ругать, бронить. Сидит Нюрочка-девчурочка на крыльце, придет пряжу и плачет. А мимо бегут козы. — Ме-е-е, о чем, девочка, плачешь? Как же мне козочке не плакать? Меня баба-яга домой не пускает, бронит, ругает. А козел ей говорит «Садись на меня, я тебя увезу от бабы-яги». Села Нюрочка-девчурочка на козла, он и побежал. Да не очень он быстро бежал. Баба-яга его догнала. Нюрочку-девчурочку отняла и опять притащила в избушку. Как баба-яга ушла, Нюрочка-девчурочка вышла на крылечко. Села на ступеньке, сидит и горюет. Что же мне делать? Идет мимо стада коров и телят. А позади всех бычок, черный бочок, белые копытца. И спрашивает он Нюрочку-девчурочку. Му-у-у, о чем горюешь? Как же мне бычок, черный бочок, не горевать? Меня баба-яга к себе утащила. Домой не отпускает, бронит, ругает. Без отдыха работать заставляет. Садись на меня, я тебя домой отвезу. Да где ж тебе бычок, черный бочок? Меня баран увозил, не увез. Козел увозил, не увез. А ты и вовсе не увезешь. Не умеешь ты быстро бегать. Баран не увез, козел не увез. А я увезу, только держись покрепче за мои крошки. Вот Нюрочка-девчурочка уселась на бычка, Ухватила его за рожки. Бычок-черный бочок, белые копытца, Головой тряхнул, хвостиком махнул и побежал. А баба-яга хватилась. Нюрочки-то, девчурочки, опять нет. Села баба-яга в ступу, пестом погоняет, Сама покрикивая. Сейчас догоню, сейчас схвачу, Домой притащу, никогда не отпущу. Подлетела того и при дисхвате. А бычок-черный бочок скорее к грязному болотцу. Только баба-яга подлетела, да из ступа выскочила. А бычок как стал по болотцу задними ногами бить, Забрызгал бабу-ягу с ног до головы грязью И все глаза ей зарепил. Пока баба-яга глаза-то протирала, Да брови прочищала, Бычок-черный бочок прибежал в деревню, Постучал рожками в окошко и кричит. — Му-у-у, выходите скорее, Я вашу Нюрочку-девчурочку от бабы-яги привез. Вышли мать-отец и стали свою девочку обнимать, Целовать и стали бычка благодарить. — Спасибо тебе, бычок! Черный бочок, белые копытца, острые рожки! Вот такая замечательная сказка, К которой мы сегодня с вами познакомились. Ребятки, а вам понравилась новая сказка? Ну вот, дорогие ребятки, Мы с вами познакомились с новой сказкой. Скажите, пожалуйста, А эта сказка похожа на другую знакомую сказку, Которую мы уже читали? В ней девочка в лесу оставалась одна. Она сидела и плакала, А мимо проходил медведь, волк, лиса, И кто-то из них девочку привез домой. Эта сказка, как вы помните, Называется «Снегурушка и лиса». А еще в другой народной сказке Кот на гуслях играл песни. Помните такую сказку? Кот, петух и лиса. А еще мы знаем другую сказку. Все вы ее знаете, И мы неоднократно читали. Эта сказка называется «Гуси-ребеди». Помните, как Машеньке удалось Выкрасть братца у Бабы-яги? Вот какая необычная и поучительная сказка. Она говорит о чем? Что всегда надо слушаться взрослых И никогда не делать так, Как они не просят. Поэтому, ребятки, Мы сегодня с вами познакомились С новой русской народной сказкой «Бычок, черный бочок, белые копытца». Если вам понравилась она, Нарисуйте этого бычка И разукрасьте. Мне будет очень приятно. До свидания, дорогие ребятки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова